Здравствуйте! Покормите птиц зимой, послужит тебе весной. Так говорили наши предки в день синичника, мастеряя и развешивая с детворой кормушка для птиц. Представляете, есть такой праздник, день синичника. К этому дню любители погорячее уже улетели зимовать в теплые страны. А остались только птицы зимники, синицы, снегири, сойки. У нас этот день отмечают ежегодно, 12 ноября. Хотя, на мой взгляд, чтобы покормить птиц и сделать кормушки, повод не нужен. Я знаю, что некоторые городские жители сейчас скривятся и скажут. Видели бы вы, как голуби наглеют, стоит их один раз покормить. Мало того, что в окно долбится, так еще и подоконник к весне похож черти на что. С этим нельзя не согласиться. Но поставьте себе на место пернатых. Зимой с едой и так напряженка. И сложно ожидать от птиц петербургского интеллигентного поведения. Но речь идет не о городских жителях. Речь идет о привлечении птиц на участок. А начинать этот занимательный процесс нужно уже сейчас. Итак, птицы на участке. Зачем нужны птицы? Ну, во-первых, разве не из-за птичьего пения мы переезжаем за город? Разве не об утренней чашечке кофе под пение птиц мы мечтаем? Даже если вы не романтик, то подумайте, что птицы во многом возьмут на себя вашу борьбу с вредителями. Ну, а о практической стороне вопроса мы поговорим в другой раз. А сейчас хотелось бы поговорить об эстетике. Я понимаю, когда в детских садах детишка вместе с воспитателями делают кормушку. И понимаю, что сложно сделать что-то более сложное и приличное, чем пакет из-под молока. Но ведь старшеклассники могут сделать уже что-то более приличное. А взрослый или сделать, или хотя бы купить. А то складывается такое впечатление, что любовь к птицам заканчивается в старшей группе детского сада. Ну, в крайнем случае, в первом классе. В этом сюжете мы предлагаем один из возможных вариантов устройства кормушек для сада. Это красиво, полезно, а главное, увлекательно. Продолжение следует... Продолжение следует...